Часть кабеля, который использовался, когда прокладывали кабель по дну Ладожского озера. В этой неудобной для работы подсобке хранят экспонаты, которые не показывали людям почти 80 лет. История каждого, история одной ленинградской семьи. Вот семья жила, значит, дочь и мать с двумя детьми. Они как бы на буржуке грели воду вот в этом кофейнике. Один раз к самой трубе прислонилась кофейник и там дырка, то есть расплавился кофейник. В запасниках несколько тысяч единиц хранения. Бесценные артефакты из осажденного города. Кспонаты несколько раз в год путешествуют на выставки в европейские страны. А вот в двух залах Петербургского музея для них давно нет места. В этой коробке лежат игрушки, которые были подняты со дна Ладожского озера. Они принадлежали детям, которые погибли во время эвакуации. Письменный архив еще больше располагается в старой петербургской квартире. Основные экспонаты – блокадные дневники. Всего их 80. Здесь он вкладывал всякие мелочи. Вот в феврале 42-го года такой предмет хранится – шкурка мыши, съеденной в феврале 42-го года. Этот дневник, как и многие другие, обрывается со смертью автора. Кстати, судя по официальным данным, которые распространялись в годы войны, тотального голода в Ленинграде не было. Неудобные факты, рассказывающие об ужасах блокады, окончательно спрятали в шкафы и подвалы в 49-м. Началось ленинградское дело. Череда политических репрессий прокатилась по городу всего за год. Причина кроется в идеологической популярности Ленинграда. Город-герой стал вторым центром силы, что не устраивало столицу. Музей блокады был разгромлен. С Ленинградом, Иосифом Виссарионовичем, отношения были непростые. Так как город – родина партии, родина революции, его надо подвергнуть, простите за резкость аборту. Из него нужно вырезать все, что составляет его подлинную гордость и честь. И вот тогда понятно, почему ленинградское дело. Даже в период оттепели на то, чтобы открыть музей заново, был внегласный запрет. Но то, что не удалось сделать в 20 веке, делают в 21 веке. В городе архитектурная выставка. Жители выбирают, каким они хотят видеть музей блокады. Вот нет, нет такого шарма крепости. Понимаете, да, вот она круглая, внутри там опять все квадратное такое вот. Посетителей на выставке проектов немного. Это данность, с которой приходится мириться. За 9 работ голосуют в основном блокадники. Но принимая решение отдать свой голос, они руководствуются одним, чтобы музей был интересен молодому поколению. Молодежь смотрит все время эти компьютеры и так далее. Нужно активное действие. И мне кажется, чего не хватает во всех этих макетах, должна быть создана лестница памяти. Вот по числу ей блокады. Да, чтобы ее преодолевать. Лучшая память – это преодоление. На выставке представлены проекты российских и иностранных архитекторов. 9 разных взглядов на то, как хранить память. Пять проектов – это работы петербургских студий. Мы сначала просто говорили и делились воспоминаниями наших родственников. Сравнивали, что у кого и как было. То есть это все идет от человека. То есть это не идет от какой-то абстрактной архитектурной идеи. На экране проект студии Никиты Явейна. Проект масштабный, воспроизводит почти буквально квартал блокадного Ленинграда. У меня там мать и отец прошли блокаду. И у меня бабушка и дедушка умерли от голода в блокаду. Мы выбирали не только по профессиональной, но и по этой схеме. Потому что только так можно проникнуться, мне кажется, в этот предмет. А вот для Сергея Орешкина работа над проектом стала настоящим компромиссом с самим собой. Поклонник классической архитектуры поставил для себя задачу не только создать здание, где будет храниться память, но и не испортить открыточный пейзаж Петербурга. Когда ты видишь очень такой экспрессивный силуэт Смольного, у которого очень сложная линия, такая вот абриса здания, ну первым делом сразу видишь, наша линия должна быть очень спокойная. Первый в истории случай, когда можно построить здание специально для музея. Отсюда хорошо видно место, где и построят новый музей. Он так давно нужен, но наверняка найдутся и те, кто будет неистово критиковать проект-победитель. В случае с музеем блокады на самом деле архитектурные формы вторичные. Важны только смыслы, и понять их можно, только зайдя внутрь. Люби свой город, держись до конца. Артур Ходорев, Пульс города.